Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Канал Амельон Абдулла. И я сегодня в гостях у своего нового знакомого Александра, который является ярым поклонником аудио, так же как и я. И Александр заказывает аппаратуру прямо из Японии. Сейчас мы вам покажем ролик про очень интересные аппараты в виниловой вертушке. Ну, просто меня переполняют эмоции, потому что это чудо техники. Когда я был в Советском Союзе, таких аппаратов я не видел. Я даже не знал, что такое вообще бывает. И что самое интересное, мы снимем, вот сейчас, не то что он там как играет, как у него там головка опускается, звука не будет. Так что не настраивайтесь на то, что вы услышите волшебный звук, это идите в салон и там, слушайте. А мы снимем, как Александр распаковывает посылку из Японии вот точно с таким же проиртелем, который у него уже есть. У него их два. Вот так вот. Я приехал, чтобы снять корветт 003. У Александра он был просто в очень хорошем состоянии. Большая редкость сейчас в хорошем состоянии. И прямо из-под носа, ну, буквально несколько дней я не уговорил его, чтобы он, ну, то есть, я сказал, может быть, мы что-то поснимаем и так вот. И думал, ну, сейчас я приду, корветта мы снимем. Опа! А корветт продан. Все, нету больше корветта 03. Осталось только 038. Это более поздняя модель. Ладно, я заговорился. Сейчас давайте смотреть эти все раритеты. Вот это чудо техники. Фирма Пионер ПЛ-30. Вот он, красавец. Стол деревянный, сделанный из какого-то плотного ДСП. Но, как столь окраснодеревщик, я определил, что это ламинированное покрытие, не шпон. Ну, это где-то под палисандр сделано. Крышечку открываю. И вот он весь во всей красе. Вот такой красавец. Здесь кнопки расположены прямо по периметру диска. Вот такая. Резиновый коврик, толстый, миллиметров 5, тяжелый. Вот аппарат в очень хорошем состоянии. Вот эта штучка, на которой висит головка, здесь винтик. Вот эта штучка называется Shell. На ней укрепляется головка, картридж там. В данном случае не знаю, что это головка или картридж. А это держится на винту. Здесь два винтика. В общем, вот такая красота. Прямо С-образный тонарм. Вот он легкий. Ну-ка, аккуратненько раз. Да, все отрегулировано. Двигается вообще как невесомый какой-то. Супер. Виниловый проигрыватель японский, сделанный в Японии для японцев. Он не поставлялся на экспорт. В СССР-то точно. По причине того, что здесь питание 100 вольт. А японцы, как известно, для себя делают все самое лучшее. Ну, на экспорт так, по остаточному принципу. Открываем замечательную крышку. Проигрыватель просто в очень хорошем состоянии. Смотрим. Все кнопочки на месте. Вот он. Тонарм. Головка. И вот эти все регулировочные тут штуки. Балансир. Сзади. Красиво очень. Это вот антискейтинг. Ничего лишнего. Автомат. Ну, можно и вручную, наверное, как-то там делать. Это проигрыватель с прямым приводом. Когда я увидел в магазине такой, мне он так понравился. Я полез на YouTube. Ой, в интернет. И там нашел объявление. И по нему вышел на Александра. Оказалось, что он мой сосед. Живет недалеко. Мы с ним познакомились. И вот он любезно разрешил мне поснимать свои замечательные аппараты. Их у него много. И вы можете их даже заказать. Проигрывать. Возможно, мы и будем. Но это уже в другом ролике. Сейчас наша задача снять распаковку. Дорогие друзья, вот ящик, который пришел из Японии. Здесь запечатан проигрыватель точно такой же, который мы сейчас только что с вами посмотрели. Обратите внимание на то, как тщательно подготовлен, как он запечатан. Сейчас мы будем его открывать. Александр. Можно начинать. Александр попросил, чтобы я не показывал его лицо. Так что я этого делать не буду. Вы будете видеть только руки Александра. Если не из нержавяков кто-то будет возмущаться, что мы взяли какой-то нестильный нож, то тут, как говорится, мы снимаем не ножи, а проигрыватель. Пионер ФЛ-30. Какой у меня там еще этот код, я не знаю, там, то ли 32, то ли что-то такое. 32, да. Вот смотрите, видите, сначала идет пенопласт. Новенький совершенно. Потом, ух ты, пупырчатая пленка. Я такую никогда не видел. Вот, они, наверное, хлопают хорошо. Крупная пупырчатая пленка, бумага, много бумаги. Они же японцы, бумаги не пожалели. Я думаю, там пластик только один будет. Но если они бумагой запечатали, все, это уже эксклюзив. Потом какой-то там штрих-код присутствует. Это что сейчас будет? С крышки, да? Ой, можно мне посмотреть эту пленку? Смотрите, какая пленка. Как видно, щелкать интересно. Ой, она как-то щелкает. О, с таким глухим. Басы, басы. Японская пленка. Газета с иероглифом. Осторожно, только ножом. Да, это настоящие японские иероглифы. Ребята, только я не знаю, кверх ногами я держу. Потому что по-японски ничего не понимаю. Нет, мы действительно смотрим уникальные кадры. Вы когда-нибудь видели, чтобы посылку из Японии с японским раритетным проектом кто-нибудь при вас распаковывал? Вот мне это настолько захотелось снять. Я вот сейчас эмоции у меня просто захлёстывают. Вообще не верится. А может они другой какой-нибудь положили, подешевле? Ну, японцы вряд ли. Не китайцы. Это крышка. Смотрите, как она запакована. С двух сторон идёт, значит, пенопласт. Причём, вот здесь внутри пенопласт полностью заполняет. Всё в плёнке. Это, считаю, уже тройная упаковка. Крышку мы пока будем распаковывать сразу или как? Потом, наверное. Да, сначала всё, вытащим, что там есть. Посмотрим. Может они туда какую-нибудь японскую бутылочку саке положили? Так, так, так. Бумага. Это всё японские газеты. Прикольно. Так. Так, коробку я убираю. Тут тоже, кстати говоря, пенопласт. Так, сейчас. И вот самое интересное. Вот, тоже всё в тупорчике плёнки. Очень крупный. А, я волнуюсь. Этот лифт. Ага. Ножничками. Тут уже ножом не пойдёт. Вот никакой царапинки не поставить. Лишним. Это аппарат, наверное, начала 80-х, да? Да, это аппарат начала 80-х годов. Как раз, когда мне было мало лет, я был юношей. Расторженным. И балдел от того, что слушал мелодию 103M stereo. Мне казалось, что это самый лучший строитель в мире. Может, других-то не было. А какие-то Corvette 003 и Phoenix 002, это считалось заоблачной мечтой. Несбыточно, естественно. Ага. Вот. Мы убираем плёнку. Смотрите, как всё тщательно запаковано. Каждый элемент в своей, значит, упаковочке. Всё. В этой плёнке пупырчатой несколько слоёв. То есть, даже если эта штука упадёт случайно, в общем-то, всё останется в целости и сохранности. Так. Очень любопытно. О, посмотрите, как тонарм положен на подставочке. Вот у него шел какой-то странный. Это родной? Как думаешь? Нет, это родной. Просто здесь прямой тонарм. Там был у нас... А, это прямой тонарм. Слушайте, это совсем другой проигратель. То есть, это, наверное, какая-то другая модификация. Или тонарм просто... А, они сменные тонармы. А, сменные. Вот оно в чём дело. Здесь один тонарм, а на том другой. Можно менять. Понял. Так, смотрим дальше. Всякие плюшечки интересные. Плюшечки. Плюшечки мы тоже раскроем. Посмотрим, что там... Самое интересное проиграть, если он и в Африке проиграет. Да. А что нам положили здесь? Бонусами. А это бонусы какие-то. Сейчас мы слышим голос Александра, который тоже улыбается весь. и смотрит, что же там интересного. Что же там за бонус-то положили? Какого-нибудь маленького самурайчика. Нетски у них называется. Фигурки. Ты только осторожно. Ножницами помешать. Нет, нормально. Шучу. Это отдельно петли от крышки. Это что за петли? А, петли от крышки. Можно посмотреть? Да, это петли. Петли от крышки. К сожалению, это только один дубль можно снять распаковку. Переснять не получится. Поэтому снимаем живьем. Лифт. Лифт съемка. Груз. А, груз. Это регулятор. Давай покажу. Вот это регулятор. Так. Хорошо. И еще одна плюшечка. Это что такое? Я даже не догадываюсь. А, шнуры, наверное. Какой-то адаптер. Это адаптер. Странный адаптер. От чего он? Я думаю, что это к фонокорректору может быть идти. А, к фонокорректору. Да, потому что провисли такого же ковырячка. А вот это и есть фонокорректор. Вот интересно посмотреть. Какая-то коробочка. Судя по всему, тут больше ничего не может быть, кроме фонокорректора. А вот и фонокорректор. Интересно. А, фонокорректор, аудиотехника. Какой-то модель тут написано. Ага, вот. Тут еще какой-то рычажок. Номер. Еще. А, ну вот фонокорректор. Да, действительно. Интересно. Дальше. Так, дальше смотрим. Дальше. Александр, а вот тот провидор и этот провидор с одной фирмы было заказано или же разно? С одной. Продавцы-то разные. Как бы через один аукцион. То есть продавцы разные. Продавцы разные. А, продавцы разные. То есть это тот провидор был упакован иначе? Нет, так же упакован. Вот именно точно так же? Или чуть-чуть по-другому? Да, покупка же через посредника идет. А, через посредника. То есть упаковки какими-то тоже, да? Да, да, да. Упакуют они, в общем-то, счастье недостаточно. Ох! Ну, фонокорректор упал мне на ногу. Ёлки-палки, он мне на ногу упал. Хорошо, что легкий, японский. Был бы это какой-нибудь советский, у меня бы ногу раздробило бы, наверное. Советский микрокалькулятор весил несколько килограмм. Я представляю, сколько бы он взвесил фонокорректор. Как минимум килограмм пять. А японский там грамм сто. Совсем легенький. Японскую технику покупать выгодно. Не искалечиваешься, если уронишься на ногу. Проявители, они, конечно, утяжеляют. Вот уже проявители на ногу кидать не надо. Так, получается вот такая штука. Вот вы видели, да, я ожидал, что тонарм будет такой же, как там. Но ты-то, наверное, знал, что он будет прямой, да? Ага. Да, Александр, это не сюрприз, а для меня сюрприз. Я был уверен, что точно такой же будет. Сейчас посмотрим, наверное, тут еще какие-то отличия будут. Тут еще диск-то, наверное, тоже отдельно, да? Диск-то уже у нас. Угу. Так, это волшебство распаковки. Не знаешь, что там будет. Все в царапинах или наоборот все идеально. Для меня это вообще непонятно. Александр Тантеменовна видел крупную фотографию, в каком он состоянии, да? Александр видел. Так что он ожидает увидеть то, что он видел. А я ожидаю увидеть, вообще, для меня это полный сюрприз, что это такое. Ага. Вот и аппарат. Тут это пыль какая-то. Странно. Японцы пыль прислали свою. А вот тут царапинка есть какая-то небольшая. Ну, это такая. О, тут он уже покоцанный, видно хорошо. Диск-то двенем. Это сюда. Вот у нас есть возможность сзади посмотреть, что тут такое. Вот петля вот такая. Здесь она такая. Тут все целое. Все нормально. Ну, тут можно протереть, я не знаю. А вот тут царапины какие-то. Пополировать. Немножко, если только полировать. Смотрим диск. Техника 80-х годов, к сожалению, в идеальном состоянии попадается относительно редко. Все-таки, все-таки, все-таки люди ею и пользовались. И есть люди аккуратные, которые пользуются аккуратно, а есть не очень аккуратные. Поэтому, как повезет. Ох ты, а это что такое? Диск какой-то странный. Он весь растрескавшийся. Надо посмотреть, переклеенный. Это перегретый, что ли? Это он от времени как-то, да. Или это такая стилизация. Не знаю. Мне кажется, стилизация. Ну, не может быть, чтобы он так... Около фокусима, если только. Сейчас радиация, может, здесь несколько рентген. И не пахнет ведь она. Я укипал, и радиация-то. Они не радиоактивные, случайно, эти все штуки-то? Это мне сразу не по себе стало. Да, фокусима. Мне кажется, все-таки, это стилизация. Уж очень похоже. Ну, не может быть, чтобы его так изуродовали. И так вот прислали. И что-то должно было случиться-то. Да, это только фокусима могут же такие дела делать. Надпись PIONEER. Хорошая, все, отлично. Кнопки все на месте. Ну, конечно, он, да, он по сравнению с тем, потертенький такой. Но он, наверное, дешевле будет, да? Да. Сколько он будет стоить? Не знаю, посмотрим сейчас. Ну, приблизительно. В районе 20 тысяч. 20 тысяч. То есть, если люди с прямыми руками, они из этого 20-тысячного правительства сделают конфетку. Заполируют. В принципе, здесь это все легко полируется. Алюминий. Алюминий полируется легко. Здесь тоже вот это отполировать, чтобы было свет. Или помыть, может быть, достаточно будет растворителем протереть. Да каким растворителем? Спиртом просто. Ну, да. Ну, не растворителем, да, это обезжириватель может возьмут. Ну, смотрите же. Здесь можно эти уголки чуть-чуть подкрасить, как бы. Я-то думал, сейчас увижу правитель, вау, круче, чем тот. И вот я у меня сразу так раз немножко... То есть, тот-то оказывается в хорошем состоянии. Да, да, да. Действительно в хорошем состоянии. Понятно. Этот уже, да, этот уже чуть-чуть... Этот уже чуть-чуть похуже. То есть, вот как повезет. По фотографиям, кстати, труднее понять, чем он на самом деле. Там смотришь, вроде бы он и неплохой, да? А в реальности смотришь, ой, ёлы-палы. Уже да. Ну, его помыть, и будет хорошо. Все, мы распаковку закончили. Спасибо за внимание. Надеюсь, еще что-нибудь... А, еще крышку надо. Давай крышку посмотрим, что там за крышка. Потому что крышка, это тоже очень важный элемент. Если она в плохом состоянии, то придется покупать или новодел, или полировать этого. Но если тут есть стричные сколы, то тогда уже полировка даже не поможет. Вот такая вот упаковка. Упаковка хорошая, конечно. Еще не скажешь. Почти 40 лет ему получили. Да, но это около антиквариатный возраст. Предантиквариатный. Я еще ожидал, знаешь что, Александр? Произведения искусства им пользовались. Да, конечно, конечно. Я ожидал в том крышке. Так а тут еще, по-моему, ух ты, как она тут хорошо. Да, тут все-все в трещинах. На камере, да, видно все. Не в трещинах. Ну, не в трещинах, а в этих потертостях очень сильных. То есть это произведение совсем другого уже уровня качества, чем предыдущие мы показывали. Вот она распаковка. Ожидал я увидеть лучше. Но я специально у Александра не спрашивал, какой он будет, чтобы просто впечатление. Вот такое впечатление получили, да. Фонокорректор только что в хорошем состоянии. Но, видимо, его покупали гораздо позже. Ну, ну, естественно. Кстати, шнуры-то тут и тоже разные. Вот у того был коричневый шнур сетевой, а у этого почему-то черный. Вот, черный. А у коричневый. Клемы тут позолоченные. Шнур-то, вот, пионеровский шнур. А, это родной пионер, да. Это он, пионер. Крышка, конечно, такой фукусимовский рисунок имеет. Как будто бы прямо... И ею пользовались вот эти вот, так сказать, правители прямо на этом, как говорится, атомном реакторе. Рядом он играл, все хорошо. И показывал, хорошо ли с радиацией. Но как только вот пошли вот эти трещины, все оттуда ломанулись, поняли, что все, тердык. Надо продавать. Да, надо продавать быстрее, и прислали в Россию. А нам-то че это радиация плевать. Мы привыкши. Мы же в Питере живем, у нас этот радиационный институт. Пошутили, как смогли. Все, спасибо, Александр, за распаковку. Это мы посмотрели. Двигайся. Только ты шумно двигаешься, ну ладно. Еще раз. Давай я руку просто буду. Блин, тень. Отменят? Да вон, на тряпке там тень. Вот такой замечательный тонарм. Здесь всякие прибабахи, приблуды, всякие рычажки. В общем, все как надо. Хотя микролифтеры рычажка что-то я не заметил. Так, теперь шутку. Шутку, 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 шутку. Какую шутку? Один меломан пришел к другому меломану и говорит, я, говорит, такой хай-энд аппарат купил, отдал там миллион баксов, звук волшебный. Он говорит, ха, ерунда. Вот у меня, я купил дом в деревне, нашел на чердаке детекторный приемник. Вот это волшебный звук вообще. Жжжжж, заставка. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайки. Заказывайте аппаратуру через меня. Я передам все Александру. Вы спишетесь по e-mail или как-то еще. Или даже будет ссылка на e-mail Александра. Пожалуйста, обращайтесь напрямую или через меня, как вам удобнее. И вы можете здесь заказать аппарат, ну, скажем так, фантастической мечты советского человека. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Дизлайки не надо ставить. Только лайки. Я узнал, что лайки, они лучше, чем дизлайки. Потому что канал начинает расти. Ну, еще что-нибудь интереснее к вам сниму. Все, пока-пока.